всем привет тестирую звук напишите как звук как слышно если треск так начинаем всем привет первый звонок идет в отдел гражданского судопроизводства сторожевой екатерина владимировна 778 130 марина привет здравствуйте представьтесь пожалуйста марина викторовна здравствуйте подскажите пожалуйста екатерина владимировна сегодня на месте когда она будет подскажите кто мне может помочь по поводу моего дела к прокурорам и как не ознакомиться с материалами дела и получить доступ электронно к ним ну вы в курсе я звонил несколько раз то есть я подал иск на прокуроров города сургута и прокурора округа так заявление написано 3 декабря уже давно и я неоднократно посещал суд однако меня не ознакомили с материалами скажите у вас порядок все тот же только присутствие судебных приставов подскажите на каком основании судебные приставы присутствуют кабинете но это это важный вопрос потому что я видя как они действуют вы желаете ознакомиться с делом вы можете прийти без заявления и ознакомиться с материалами дела по поводу законности либо незаконности уже на месте так дело в подождите дело в том что я писал на ознакомление лично то есть ну наручно да и плюс еще 10 декабря написал заявление о том что я хочу ознакомиться с материалами дела в электронном виде через систему газ правосудия доступ до сих пор и к делу не предоставлен хотя неделя уже прошло подходить не вижу смысла потому что вас там слишком агрессивные судебные приставы вы можете узнать этот вопрос потому что по последним сведениям каната скировичи это секретарь судей шестобитова пояснил что этот вопрос решен доступ якобы предоставлен хотя по факту его нету я заходил на сайт и меня доступа никогда подожди подождите я вам еще не не договорил вводной информации то есть я просил рената это каната скировича предоставит мне ответ на мое обращение по поводу предоставления доступа через газ правосудия он сказал что ответ уже готов и он приложен к материалам дела опять же все хорошо перезвоним так ну вы сами все услышали сколько нас смотрят 8 человек так народ давайте вместе думать что делаете и какие меры можно предпринять это я звонил семьсот 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 восемь сто тридцать телефон взяла замначальника семинюта марина викторовна тоже ничего пояснить не может ну давайте попробуем позвонить приемную шестобитова семьсот семьсот восемь сто семьдесят два здрасте каната скирович подскажите когда будет предоставлен доступ к материалам дела в электронном виде через газ правосудия напомните какой последний статус доступ предоставлен алло каната скирович каната скирович вы меня слышите нет не предоставлен я не вижу ни одного дела я подавал я подавал заявление через газ правосудия 10 декабря алле трубку бросил перезваниваем так теперь он трубку не берет но обычное дело так на экране видим мое обращение требования от 9 декабря отправлено через газ правосудия 10 и зарегистрировано 10 декабря прошла неделя до сих пор нету доступа через газ правосудия что это требует предоставить доступ ко всем материалам дела посредством системы газ правосудия ознакомить с материалами административного дела так предоставить копию аудио протокола предоставить копию письменного протокола и ответ предоставить трехдневный срок по средствам системы газ правосудия ответ до сих пор не предоставлен и на электронный адрес моей почты как видим доступа до сих пор нет ни к одному делу звоним в приемную председателя суда 778 125 ожерелье его ксения дмитриевна так трубку не берет звоним помощнику с председателя суда морозова лада алексеевна здравствуйте это лада алексеевна лада алексеевна подскажите мне у меня проблема я не могу ознакомиться с материалами дела уже больше и более двух недель ознакомиться с материалами дела более двух недель с моими материалами дела то есть я подал иск на прокуроров города сургут и прокурору округа и последнее заседание было 28 ноября уже прошло 17 дней я до сих пор не могу ознакомиться с материалами дела потому что судебные приставы ограничивают передвижение по зданию антон николаевич булгак до 3 декабря и плюс повторно 10 декабря на ознакомление с материалами дела через газ правосудия доступа до сих пор нет к делу да через газ правосудия подано обращение с требованием предоставить доступ к материалам дела данное обращение зарегистрировано ответ на него до сих пор нет хотя требовал предоставить ответ трехдневный срок я звонил туда там ничего пояснить не могут и трубку бросает ну я понимаю я им звоню постоянно они ничего не могут пояснить постоянно трубку бросают и заявляю что якобы резолюция по моему обращению от 10 декабря о предоставлении доступа газ правосудию уже готова что резолюция приложена к материалам дела и ознакомиться я могу только лично придя в кабинет где будут присутствовать агрессивные судебные приставы не получается замкнутый круг и не в электронном виде не могу ознакомиться потому что доступ не предоставляет и официальный ответ не предоставляют дело в том что видите я через газ правосудие подавал обращение ответ прикладывают к материалам дела уже в письменном виде то есть прячет и прячет ответ по сути геннадий анатольевич председатель суда на месте будьте добры соедините с ним пожалуйста ну понимаете девушка у меня срочный вопрос у меня буквально неделя остается на обжалование решение и мне нужно срочно ознакомиться с материалами дело да я бы с ним хотел переговорить у меня быстрый вопрос я думаю это быстро все решается а когда сможете алло вы меня слышите когда сможете соединить с ним почему нет технической возможности у него есть прямо телефон девушка меня дальше первого этажа ваши судебные приставы не пускают как я могу подойти я понимаю но ваши судебные приставы я вас прекрасно понимаю вы слышите что я говорю ваши судебные приставы да я вас лишь как я попаду на прием если меня дальше первого этажа не пускают геннадий анатольевич спуститься на первый этаж а как он выходит из здания через крышу у меня нет возможности подойти будьте добры соедините по телефону запишите 66 77 44 ждем ну вы сами все слышите тотальный саботаж по всем телефонам никто ничего пояснить не может никто ни с кем не соединяет дальше первого этажа не пускает а кстати мы сейчас уточним информацию по поводу судей шерстобитого на самом ли деле он находится в отпуске как утверждает его секретарь каната скирович звоним туда же помощник судей морозова лада алексеевна помощник председателя суда алексей пешков привет 65 регион тоже привет а где вы взять этот народный суд так все трубочку не берут звоню второму секретарю а жерель его ксения дмитриевна тропку не берут так попробуем позвонить козырь ксения витальевна секретарь судебного заседания судьи беловой 778 137 здравствуйте это ксения витальевна а вы кто сабина рустамовна подскажите пожалуйста у вас буквально две минутки есть мне проконсультироваться по поводу доступа к делу подскажите я могу ознакомиться с материалами дела через газ правосудия нет а как так там же есть это такая функция есть отдельный раздел дела и это ознакомиться можно вы не предоставлять такие доступ может не нужно где это понятно что по заявлению а как же а как же газ правосудия миллиарды в почему почему нет вы по всей стране есть а у вас нету то есть вы ни разу такого не делали а другие другие судьи тоже не делаешь то есть у вас нету технической возможности сканировать в год подождите а газ правосудие же уже давно ли или лет 5 или 7 существует а почему с чем это связано девушка вы понимаете что миль миллиарды в эту систему в бухан и а вы до сих пор и не освоили это как-то а подскажите у вас там это есть же техник до который отвечает за интернет ресурс ну по-моему стоит а у него какой номер 111 а как его зовут благодарствую до свидания вот так миль миллиарды бухали систему газ правосудие и ни одного документа 9 до сих пор не отсканировали так заходим смотрим когда у нас газ правосудие заработал 2006 в ноябре 2006 года газ правосудие была принята государственной приемной комиссии то есть уже 13 лет работает система и сургутский городской суд ни разу за 13 лет не отсканировал ни одного документа не предоставил доступ в электронном виде к материалам а видно это все деньги выделяются и куда они все уходят 13 лет сургутский городской суд куда-то девает бюджетные деньги которые выделяются на все это средства не освоены по факту о какие подробности выяснять так звоним консультанту выясняем технические подробности коршакевич артем сергеевич 778 111 артем сергеевич сбрасывает звонок наверное там уже слух прошел что антон николаевич булгаков сидит на телефоне прямом эфире и обзванивает весь суд звоним еще раз народ напомните потом опять сбросил напомните потом позвонить приемную суда выясните на самом ли деле шерстобитов со вчерашнего дня в отпуске находится так подчиненный трубку не берет идем выше звоним начальнику 778 199 артеменко людмила борисовна начальник отдела тринадцать лет ни одного отсканированного документа по 2 миллиарда в год выделяют примерно так это выглядит подается обращение доступе к делу стеклянных То есть видим, да, движение дела, стороны по делу, обращение по делу, документы по делу, определение, принятие, тут решение, все документы должны быть здесь. В том числе и аудио, и письменный протокол. То есть со всеми материалами делом можно, по идее, по закону, знакомиться удаленно через газ правосудия, без всяких, без присутствия всяких там агрессивных судебных приставов. На это выделяется ежегодно миллиарды. Наш Саргутский суд городской за 13 лет не отсканировал ни одного документа. Так, ну мы отвлеклись. Начальник отдела трубку не берет. Идем ниже. Зам. начальника отдела Максимова Ольга Дмитриевна 778-171. Так, трубку не берет. Ищем контакты Управления судебного департамента Хантаматического Костановного округа. Что-то я не вижу тут ни контактов, ничего. Так, попробуем позвонить в техподдержку газ правосудия. 8 800 600 37 33. Нет, ребята, у них не обед. Сейчас в Сургуте 9 06. Самое начало рабочего дня. Минута 50. Ожидание. Оставайтесь на линии. Следующий звонок будет в Управление судебного департамента. Кстати, можно вот этому консультанту позвонить. Они никак освободиться не могут. Хорошо, что хоть телефон безоплатный. 8 800. Ну что-то они трубку не хотят брать. А, они же спят, они же в 7 утра. Ладно, потом перезвоним. Так, звоним в судебный департамент Ханты-Мансийска. Что такое? В судебный департамент тоже не работаешь? Чего? Трубку не взяли? Интересно. Так, попробуем позвонить председателю совета судей Ханты-Мансийска автономного округа. 9259 33. Код города 3467. Здравствуйте, девушка. Мне нужен Анатолий Леонидович. Так, а это Управление судебного департамента? Да. Приседатель совета Полуян. Ну да, да, но он в окружном суде. Это Управление судебного департамента. Ахмао? Да, да, да. О, а я вам пытался дозвониться по другому телефону. Что-то там трубку не берут. Пытался по номеру позвонить 9259 00. 9259 00. Может выходила девушка из пьяной? Подскажите, девушка, вот у меня проблема, я не могу ознакомиться с материалами дела. То есть мне не вживую не дают ознакомиться, препятствует и... Я вам ничем не помогу. А кто мне может помочь? Ну вам окружной суд нужен, я так понимаю, если вы Полуяну спрашиваете или как? Нет, мне нужен кто-то, кто мне может помочь предоставить мне доступ к материалам дела. Либо вживую, либо в электронном виде. Кто-то в суд звоните, Управление судебного департамента. Ну я в суд звоню, там ничего пояснить не могут. Говорят, что вообще газ правосудие не работает у них 13 лет. Ни разу ни одного дела не сканировали. Не знаю, звоню сюда в приемную, я вам ничего не помогу. Ну а кто у вас отвечает за газ правосудие, за реализацию программы? Наверное, у нас информационно-аналитический центр, я просто не понимаю. Звоните в приемную, я вам не помогу. В приемную чего? Ну вот куда вы звонили? 192.59.00. А, понял. А у вас что за отдел? У меня другое направление, я этого не касаюсь. Ну а какое у вас направление? А какое у вас направление? Еще до секретности. Тотальная секретность, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу. Ладно, звоним обратно в приемную. Трубку не берут. Звоним обратно в секретариат председателя суда. 778.209. Трубку не берут. Звоним второму секретарю. 778.125. Марина, возможно им доложили, я не исключаю. В Сургуте народная связь очень быстро работает. Трубку не берут. Звоним начальнику отдела гражданского судопроизводства. Сторожева Екатерина Владимировна. 778.130. Алло. 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 Девушки, возьмите трубку. Алло. Чё это было? Ещё раз. Тут как так суд работает, что 80 процентов звонков не берут трубку. Главный специалист Дворникова Нина Михайловна, 778-119. Так, я уже вижу как там по всему суду идёт молва, что всем не брать трубки Булгака в прямом эфире. Никто не хочет брать трубку. Так, здесь тоже не берут. Идём дальше. Короткова Наталья Михайловна, 778-180. Чё я не пойму, зачем телефоны указаны, если трубку никто не берёт? Ау, народ, вы где? Тоже трубку не берут. Попробуем позвонить в секретариат. 778-125. Это помощник председателя суда. Так, линия занята. Другой телефон. 768-130. А, нет, 778-209. Примерно вот так, три дня назад, я звонил, сделал более 100 звонков, чтобы добиться назначения встречи для ознакомления с материалами дела. И для отправки, чтобы они мне отправили решение. Спустя 16 дней только получил решение. Хотя по закону обязаны были ознакомить в течение трёх дней. Тоже трубку не берут. Так, кто-нибудь статистику ведёт? Кстати, хорошая идея статистику ввести. Сколько раз трубку взяли, сколько нет. И по каким телефону? Так, ну я думаю потом пересмотрю видео и подготовлю такую статистику. Так, звоним техническому специалисту, который отвечает за работу сайта. 778-111. Угу, отбой. Звоним начальнику отдела. 778-199. Артеменко Людмила Борисовна. Отдел обеспечения судопроизводства. Здравствуйте, мне нужна Людмила Борисовна. А я нету, чуть позже позвонить. А вы кто? Заместитель. Заместитель. Ольга Дмитриевна? Да. Ольга Дмитриевна, подскажите, мне нужна информация по поводу доступа к материалам дела через Газправосудие. Вы осуществляете такую функцию? Ну да, по заявлению. Было написано обращение 10 декабря. Прошла неделя, до сих пор доступ не предоставлен в электронном виде. Антон Николаевич Булгаков. Какое дело? Дело по прокурорам. Вам нужен номер? Там предоставлялся вам доступ. Что? Предоставлялся вам доступ. В электронном виде через Газправосудие? Да, открыт доступ. Вы можете зайти в личный кабинет и посмотреть. Девушка, вот у меня на экране открыто Газправосудие. Прямо это... Я захожу... Вы что, вы хотите там видеть в этом электронном виде? Да хотя бы само дело, понимаете? Вот это само дело, за кого себе это представляете? Это надо его отсканировать, вам туда его выложить? Конечно. Да только движение дело, может там и больше ничего. Ну, хотя бы движение. У нас нет технической возможности сканировать все дело и выложить вам его в личный кабинет. Приходите, знакомьтесь. Девушка, вы понимаете, что миллиарды выделяются ежегодно и за 13 лет вы что хотите сказать, вы ни разу Газправосудие не использовали? Мы Газправосудие используем, но все дело туда не выкладывается. Почему? Выложите хоть что-то. Что это? Это хоть что-то? Это что? Да хотя бы движение дело. Вам доступ открыт, вы можете движение дело все отследить. Ну, откройте. Так, открыт. Какой номер дело? Да где открыт? Я захожу в Газправосудие, вот прямо у меня на экране и написано, у вас нет доступа ни к одному делу. Ну, вам открыт, я не знаю почему вы не видите. Мы вам открыты доступ. Будьте добры, вы предоставьте официальный ответ через Газправосудие, потому что обращение... Какой номер? Чего? Дело. Дело? 2А-9476. 9476? Да. Это уже поступит, да? Да, да, да. Ну вот, да, ваше заявление было, помощник подходил, мы вам открыли доступ к делу. Ну, у меня нет доступа к делу. Хорошо, за подписью электронной судимы ответим на обращение, что вам доступ открыт. Ну так, девушка, 7 дней прошло, до сих пор ответа нет, через Газправосудие я подавал. Через Газправосудие будьте добры, ответьте, приложите документы. Да, хорошо. А когда сделаете? Сегодня. Сегодня? Во сколько? Я вам время это еще не скажу. Девушка, у меня сроки горят, мне нужно обжаловать и написать апелляционную жалобу на решение Шерстобитова. Сегодня? Сегодня? До обеда или после? До обеда или после? До обеда или после? Я думаю. А кто освободится, вы сказали? Шерстобитов. Шерстобитов? Так он в отпуске или нет? Ну, сегодня должен быть на работе. В смысле, он в отпуске ходит на работу? Да, он в отпуске ходит на работу. А ему за это доплачивают? Не знаю. Это чисто добровольное выжилание? Да. Или вынужденное? Без понятия. А как с ним можно связаться? Приемная 778-172. Ну, они отказываются с ним это соединять? Ну, а я что? Чем помогу, чем могу. А подскажите, у вас часто судьи в отпуске выходят на работу? Не знаю. Не увижу я такую информацию. А подскажите, вы хоть одному человеку предоставляли доступ в электронном виде к материалам дела через Газправосудие? К материалам дела у нас не предоставляется доступ, потому что материалы дела у нас не сканируются, в Газправосудие не выкладывают. То есть за 13 лет вы ни разу не использовали Газправосудие для предоставления доступа? Мы на Газправосудие выкладываем только решения и протоколы. То есть я вас правильно понимаю? За 13 лет вы ни разу не предоставляли доступ к материалам дела через Газправосудие? У нас электронное правосудие работает с 15 года. Какие 13 лет? С 15 года? Да, когда был утвержден порядок подачи документов в электронном виде в 15 году. Ну хорошо, за 3 года. Подождите, а на официальном сайте в Википедии написано, что Газправосудие введено в эксплуатацию в 2000... Да, это наша внутренняя государственная автоматизированная система правосудия, которая пользуется судами. Только при чем тут материалы дела? Как при чем? Там движение дела отслеживается все. В 2006 году была введена в эксплуатацию Газправосудие. А движение дела вы хотите сказать с 2015 года только? Доступ к делу? Нет, я не хочу этого сказать. Сказала, что электронная правосудие у нас открыта с 2015 года подачи документов в электронном виде. Получается за 3 года вы ни разу ни к одному делу не предоставили доступ в электронном виде к материалам дела? Предоставляли. Копию решения и протокол предоставляли. Так будьте добры, мне предоставьте. Вам предоставили, открыли доступ. Это не правда. Вы предоставили копию решения? Это не правда, мне нет. Вы просили копию решения вам предоставить? Копия решения у меня есть. Ну а что вы просили, я не понимаю. А вы почитайте обращение через Газправосудие. Там написано все. Доступ ко всем материалам дела, в том числе и аудио и письменный протокол. Все, вам сегодня дадим ответ. Все, до свидания. Благодарствую. Объявляем перерыв на пять минут, потом продолжим. Так, возобновляем эфир. Алексей Пиловаров пишет. Немного не в тему, Антон, по двери в сторонке. Почему бы не подать гражданский иск о возмещении ущерба? А будем подавать обязательно. Сейчас у нас главная цель это прокуроры города Сургут. Потому что они всячески нарушают законы, приказы генеральной прокуратуры. То есть, главный надзорный орган сам нарушает все законы. И суд нарушает. Все нарушают. Как можно добиваться возмещения ущерба, если все вокруг нарушают все законы. Так, трансляция идет. Так, ребята, прекращаем устраивать провокации. Вот с этими. Путь решения всех проблем в России только один. И вопрос с АК-47. Будете вот такие провокации устраивать? Буду блокировать. Думаете, что пишете? Во-первых, вы сами себя подставляете. Вами могут заинтересоваться, да? Во-вторых, вы меня подставляете. Борьба с витринами мельницами. Борьба с витриными мельницами это называется. Лана, не согласен. Потому что результаты есть. Результаты, скажем так, на данный момент я бы оценил маленькие. Потому что, ну вот, моим путем в Сургуте идут очень мало людей. Если бы у меня была поддержка, хотя бы два-три человека, которые действуют в том же направлении, мы бы уже давно заменили прокурора, который бы соблюдал более-менее законы. Нам пообещали предоставить доступ к материалам дела через Газправосудие сегодня. На данный момент доступа ни к одному делу у меня нет. Так, пробуем звонить в управление судебного департамента. Три-четыре-шестьдесят семь. Девяносто два пятьдесят девять два ноля. Третий раз трубку не берут. Так, трубку не взяли. Пробуем дозвониться до начальника отдела гражданского судопроизводства Сторожева Екатерина Владимировна. 778-130. Линия занята. Пробуем дозвониться до консультанта по техническим вопросам. Коршакевич Артём Сергеевич. 778-111. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Лана, твой комментарий, нет включить мозги, непонятен. Поясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду? Что у кого-то из нас мозги не включены? Так, звоним обратно Екатерине Сергеевне. Екатерине Владимировне. Народу мозги включить надо. Да они у всех включены. Правда, выкажется в свою сторону. Так, трубку никто не берет. Попробуем позвонить помощнику судьи Бурлуцкого. Тот самый судья, который пытался определить меня в психушку на бессрочное принудительное лечение. Напомню, 18 декабря 2018 года его незаконное решение было отменено окружной коллегией ХМАО. 778, 124. Ирина, подерживаю. Вот, а мы должны смотреть все в одну сторону. Так, давайте. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Так, там факс отвечает. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Продолжение следует...